Более 30 тысяч жалоб и заявлений поступило в органы прокуратуры за прошлый год. Более 7 тысяч человек приходили на личный прием. Такова статистика. Среди самых насущных проблем, в частности тех, с которыми обращаются люди и в средства массовой информации, уборка дорог, коммунальная авария и вывоз мусора. Всего, если говорить на территории субъекта, в 2023 году нами ликвидировано 137 несанкционированных свалок. Благодаря вмешательству прокуратуры в муниципалитетах оборудованы и проведены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства места накопления отходов, контейнерные площадки. Наибольшее нарекание вызывает, конечно, работа регионального оператора. По нашей инициативе в ноябре прошлого года проведена соответствующая проверка, по результатам которой региональный оператор привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.31 КУАП назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей. Средства массовой информации с прокуратурой работают во взаимодействии. Обращения людей к нам в редакцию тоже проверяют контролирующие органы. Уже взяты на контроль строительство мусорного полигона в Рязанском районе, сюжет о котором вышел в эфире нашего телеканала 29 января. Оценку соответствующим планам в связи с обращениями и повышенным общественным резонансом даем, проводим проверку. Но опять же, сегодня мы говорим только пока о планах. Безусловно, о результатах по окончании данной проверки надо понимать, что речь идет не о мусорном полигоне. Потому что это немножко вот... Ну, озабоченность граждан тоже понятна, потому что проблем с экологией в Рязани хватает, поэтому мы уже на стадии, скажем так, проектирования будем этот проект сопровождать. Особое внимание прокуроры в прошлом году обращали на соблюдение законодательства в сфере природы пользования, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Основной акцент при этом сделали на защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. В центре внимания находились вопросы противодействия коррупционным правонарушениям, соблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе. Работа по контролю продолжится и далее, заверил Дмитрий Коданев.